Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. Дорогие друзья, у микрофона Андрук, это студия Игрокам ТВ. Мы начинаем трансляцию ответного матча команды Alliance против Фурэнкерсен Си Кэптан. Первую игру Фурэнкерсен Си Кэптан выиграли, просто задавили своих оппонентов, получили большое преимущество, наращивали его постоянно, то 7000 золота, то 15, то 20, то 25. Где-то что-то тратили, конечно, по дороге, но в принципе додавить команду Alliance смогли. Ну и теперь посмотрите, кто первым пиком зашел у нас к команде Alliance. Это, конечно же, Нейчерс Профит, и, конечно же, на нем будет играть Адмирал Бульдог. Аки забирает себе Рубика, Факен Мэтт будет играть на Найт Сталкере, своеобразный саппорт Найт Сталкер Слардар. Опять, для лоды Пайкат на этот раз забирает Шторм Спирита. Прошлая игра была на VR-ке. Игра была не самая удачная, будем так откровенны. Очень много денег просто впустую тратилась команда Alliance на байбеки, бесконечные на какие-то вспомогательные артефакты, которые, по сути, уже просрочены были и которые по времени просто не заходили. Ну и со стороны Франкер Сенси Кэптан. Валикс опять будет играть на Кипер оф Зе Лайт. Буги забирает себе Шадоу Демона. Гирокоптер будет для Трикси, Матумба Мэн будет играть на Блад Секере и Немфи будет играть на Темплар Ассасин в Мидлейне. Ну что, по лайнам разъезжаются у нас игроки команды Франкер Сенси Кэптан. Конечно же, отправится Немфи на Темплар Ассасин и в Соло будет стоять Трикси. Вот так вот, удивительная рядом. Команда Alliance вчетвером уже на нижнем лайне. Тут, конечно, есть и Адмирал Бульдог, и он, скорее всего, здесь и останется. Но пока что не появляется на линии. Пока что сюда направляется у нас десант из команды Alliance из игроков Лоды, Факен Мэтт и Аки. В прошлый раз они тут не зря удачу испытывали, выиграли первый замес, точнее, даже не выиграли, а просто разорвали на куски у нас Трикси на Вивере. Теперь, конечно, так подставляться никто не будет. Во-первых, Трикси тогда был на Вивере и был уверен, что уйти может из любой ситуации. Во-вторых, сейчас он играет на Гирокоптере, который, по факту, уже научен опытом прошлого матча. А во-вторых, не имеет никаких эскейпов. Гирокоптера ловить тут просто не вопрос вообще. Особенно, если вчетвером. Ну и что, я думаю, что Адмирал Бульдог на топ. Да, так и есть. Адмирал Бульдог перемещается у нас на топ-лейн. Будет стоять в соло против Трикси и Матумба Мэна. Это саппорт Бладсикер или это... Ну, скорее всего, Трикси-то не может у нас саппортить. И Матумба Мэн у нас не может не фармить. Странноватое расположение, ну ладно. Так, хотя так, пусть будет так. Трикси уже начинает настреливать по Адмиралу Бульдогу. Первым вкачал Рокет Бараж. Выход пошел на Адмирала Бульдога. Рокет Бараж проюзан, но здесь очень много крипов. Плюс еще и Энты здесь от Адмирала Бульдога. Подстопил немного Трикси, но тут с Адмиралом Бульдогом лучше в эти игры не играться. Адмирал Бульдог накажет без вопросов, мне кажется, Трикси. Трикси уже уходит у нас за тавр Хилица. Просто полетел назад. А куда ты, Трикси? Куда ты идешь? Трикси пошел у нас на нижний лайн, к Валексу и Буге. Ну и правильно, немного странная ситуация. Почему можно было так позволить потратить время гирокоптеру? У меня нереальный вопрос тут вообще к Трикси. Адмирал Бульдог в соло против Матумба Мэна стоит. Энту Адмирала Бульдога есть. Отдавать их тоже, скорее всего. Адмирал Бульдог не будет заманивать под тавр Матумба Мэна. С пруты пока что не качал, но это вопрос времени. Телепорт есть уже на случай, если куда-то придется прилетать. Адмирал Бульдог из тех, кто у нас летает. Так, Факин Мэн у нас приседает по хелспоинтам. Адмирал Бульдог начинает бегать к Тумба Мэна. Тавр на два удара всего лишь по Бладсекеру. Переагрился, ну и на этом все закончилось. Для Адмирала Бульдога 4 на 1. В это время 13 на 0 парикат. 11 на 2 Матумба Мэн. 7 на 0 Темплар Ассасин. Кстати, Пайкат в мидлайне просто издевается над Темпларкой. 16 на 0 Крипстат у него. И только восьмерых убил Немфи. В два раза больше на второй минуте. Дальше та же история может быть. У Пайката ситуация, в общем-то, комфортная. Здесь никто ему... Ну, никто. Никто в лице команды Форнингер Сенси Кэптон проблем создать не может. До выхода, разумеется, Буги и Валикса. Но это до шестого левела. Как только будет шестой левел у Шторм Спирита, мне кажется, что проблем быть не должно в принципе. Если только где-то не встрять под Сайвенсу от Блудсикера. Бладрайт от Блудсикера может, конечно, наказать Шторм Спирита. Но тоже тут, чтобы подставиться, надо так сильно завтыкать Пайкату, что... Жесть просто. Или остаться без маны, но я тоже не думаю, что Пайкат настолько не очень, чтобы без маны оставлять себя против таких героев. Немфи проследает по хеллспойнтам. У Немфи есть Боттл. Вместе с этим еще и Мэджик Стик. У Пайката тоже есть Боттл и тоже есть Мэджик Стик. И они все в Курьере. Обратите внимание на набор артефактов в Курьере команды Альянс и на набор артефактов Ай-яй-яй-яй-яй. Поздно, очень долго формулирую свои мысли. Мэджик Стик и Боттл приходят Немфи. Абсолютно идентичный у нас Курьер был. СФ в это время разваливается на нижнем лане. ФБ забирает Лода. И Трикси будут тоже здесь цеплять. Клурутая, конечно, задувка от Валекса. Все это хорошо смотрелось. Но, по сути, Факин Мэд остался жив. Адмирал Бульдог не зря сюда прилетел. И даблкил для Лоды. 2-0-0, счет. На данный момент 11 на 6 Крипстат. Отхилили Слардара. У Слардара будет ранний Даггер. А ранний Даггер это ранняя боль для соперников. По Галде Альянс выигрывают. Выигрывали 750, потом до 500. Скатились, ждем обновления графика. По XP Форанкер Сенси Кэптен якобы впереди. Но не в этом же файте. Понимаете, что в этом файте такого быть не могло в принципе. То есть Альянс вышли в плюс. Причем приличный. И ждем обновления графика. Лода перемещается на топ-лейн. Адмирала Бульдога оставят в Соло внизу фармить. И может он себе это позволить. У Адмирала Бульдога почти... Уже почти есть ульт. Ну, пятый с копейками. Ну, на линии стоя в Соло, конечно, это недолго. Немного времени требуется заработать один левел. С пятого по шестой. И фармит Адмирал Бульдог великолепно. И дерется классно. И все у него прям на ура хорошо. Так, что у спирит у нас? Под регеном Пайкат уходит у нас от Буги, чтобы в дизрабшине не стоять долго. Еще старается донайить своих крипов. Это, конечно, не очень просто. С другой стороны, не сложно. Ну и Немфи, разумеется, тоже не с улицы у нас пришел поиграть. Немфи очень даже серьезно шарит. И тут Пайкат уходить по фрагам, по крипам проигрывал в начале игры. А теперь посмотрите. 33 у Шторм Спирита, а у Немфи 31 на 4. Все, восстановилась у нас игра на мидлейне. 2.760. Немфи выходит на первое место по фарму. 2.700 для Пайката, 2.400 для Матумба Мэна и 2.100 для Слардара. Готовится Алайнс к драке на топлейне. Аки на Рубике уже здесь. Факин Мэд тоже здесь. Есть Войт. У Аки что там? У Аки все по классике. Телекинез, Фейтболт. Что же еще? Так, куда у нас Шторм? Шторм у нас вниз перемещается. Можно ловить Трикси. Трикси 4 левел. И примерно этим и будет заниматься Пайкат. Подсловил немножко Трикси. У Пайката нет Вортекса. Но можно и дальше бежать. Но и Адмирал Бульдог здесь не отпускает Трикси. Простенька на хосте. Простенька со вкусом. Адмирал Бульдог прилетел. Пайкат прилетел. Все такие мобильные в составе команды Альянс. Что просто капец. Кстати. Хорошо, что Шторм Спирит зашел в пик команды Альянс. И что Шторм Спирита не взяла команда Форенкерсенс и Кэптон. Все-таки это прямая контра Нейчерс Профиту. Не знаю, как там с Адмиралом Бульдогом дела обстоят. Легко ли его контрить на Шторм Спирите. Но по сути, да, любой вообще гайд вам скажет, что один из самых классных контргероев Нейчерс Профита это Шторм Спирит. Потому что в любой точке карты можно ловить у нас Нейчерс Профита, пока у него не откэдэшился телепорт. Пролетать сквозь его спруты. Короче говоря, бей не хочу этого Адмирала Бульдога и Нейчерс Профита конкретно. 3-0 счет. По золоту Альянс выигрывает 500, по экспириенсу выигрывает 350. Кстати, у меня вопрос к Альянсу. Альянс фармит хуже, чем Форенкерсенс и Кэптон, причем постоянно. На первом месте по фарму у нас Неймфи. 3-700 для него. Матумба Мэн тоже держится неплохо. 30, и так, Крипстат, что там. 49 на 11 Неймфи, 40 на 7 Матумба Мэн. Дальше идет Пайкат, 40 и Лода. 31, 27 Адмирал Бульдог, 23 Кси. Матумба Мэн и Неймфи очень даже так ничего смотрятся. Их в прошлом матче тоже вытащили всю катку. СФ плюс Лешрак. Лешрак вообще выше всяких похвал был там. Какая-то неубиенная тварь абсолютно. На топ-лей не пошел на замес. Поймали Матумба Мэна, стан пошел от Слардара. Налого ХП Матумба Мэн, куда ты собрался? Адмирал Бульдог уже здесь. Спруты, если что, есть у Адмирала Бульдога. А зачем, в принципе, ману тратить Адмиралу Бульдогу? Просто даблкил, благодаря тому, что прилетел у нас Нейчерс Профит. Два Роупа в Зе Мэнже, два Сейдж Маск. ПТ для Нейчерс Профита есть. Никаких тебе нул талисманов, никаких блейдмейлов. Я просто прилечу и разобью тебе голову. Примерно так и действует Адмирал Бульдог. У него два ассиста, два килла. Все это на девятой минуте. Из пяти фрагов, в четырех он принимал участие, два делал лично. Круто, круто. Полторы тысячи Альянс по золоту. По Экспириенсу тоже полторы тысячи, команда Альянс. Матумба Мэн, Рапши бросил на Лоду. Ну так подходи, дерись. Лода у нас выходит из Бладрайта. И Факен Мэн подошел поближе, и теперь Матумба Мэн у нас распереживался, уходит отсюда. Слардар улетает на собственный фонтан, похилится. ХП полностью себе Лода слил. Пайкат вместе с Аки начинает фармивать леса. Может себе позволить. Все-таки четвертый оверлод. Да и, кстати, Кремнан здесь есть у Пайката. Частично вкачан. И Адмирал Бульдог перемещается у нас тоже в лес. Адмиралу Бульдогу надо насобирать еще парочку. Квартерстафов. И после этого рецепт на Оркет. И тогда у меня очень много вопросов, например, будет, что же будет происходить с Котлом. Или что будет происходить с тем же, да с любым героем команды Форенкерсен Си Кэптон. Чем будет бить Трикси, если Трикси заткнуть Сайвенс. Вортакс прошел Матумба Мэн. Сразу же прячет его в дизрапшен. Ну и Пайкат огреб тут немного от Котла. Аки будет делать тэп-аут. И не удается Аки сделать тэп-аут. Он улетел, конечно, на базу, но улетел уже трупом туда. 1-5 становится счет. Первый фраг делает команда Форенкерсен Си Кэптон. Вообще долго мы еще не заработали. Сто 211 заработал СД и все. На этом, в принципе, заработок в этом файте закончился. Ну, немножко отыграли игроки Форенкерсен Си Кэптон. Плюс они еще и Тавер забирают на топ-лейне. В это время Бульдог подпушивает Т1 по низу. Уже сюда пингует Шадоу Демон. Кто будет лететь? И будет ли лететь кто-то в принципе? Валикс готов задуть. Не выходи. Валикс не выходит, но Энту достанется. Вот и весь удар по Адмиралу Бульдогу. И то частично. И то частично. Адмирал Бульдог сейчас еще и Валикса развалит. Тавер забирает Адмирал Бульдог по-быстрому улетать. Куда? Вперед! Никуда ты, Валикс, не денешься. Есть Вижен. Спруты ставят не очень удачно. И справятся с спруты Адмирал Бульдог. Я так понимаю, просто находовал спруты. Пытался поймать в них своего оппонента. Поймал бы, наверное, убил. Адмирал Бульдог вообще не парится по этому поводу. Если вдруг на него кто выходит, то он разворачивается и бьет сам. Факин Мэтт в инвизи. Все, Адмирал Бульдог должен подходить ближе. Ну и в соло Факин Мэтт Валикса развалит. Лучше бы все-таки подойти кому-то. Адмирал Бульдог где? Адмирал Бульдог здесь в кустах. Ну и под стоппере Валикса он должен понимать, что что-то здесь не так. То ли троллит его Факин Мэтт, то ли ульта пошла от Нейчис Профита. Давай ульту уже, Нейчис Профит. Пошла ульта. Сейчас Валикса прилетит. Прилетела Валикса. Ну и должен лететь Нейчис Профит. Прилетает Нейчис Профит. Разворачивается у нас котел. Котел прячется в кустыне туда. Не туда. И улетает Адмирал Бульдог. Прячет Адмирала Бульдога в Дизрапшн. Кто с ним будет биться сейчас? Непонятно. Все, увидел Валикса. Иди сюда. Факин Матумба Мэн за Адмиралом Бульдогом. Забрали оффлейнера команды Алайнс. Разменяли саппорта на оффлейнера в плюс, конечно же. Так, а ну-ка. В плюс для команды Фурэнкер Сенсикэптор. И Шторм Спирит у нас догоняет Шадоу Демона. И просто улетает Байкат на собственный тавор. Так, у Адмирала Бульдога. Уже есть Обливент Став. Уже есть второй Обливент Став. И надо только насобирать денег до появления рецепта на Оркит. Ну что, 12-ая минута идет. 2-7 счет. Вроде бы немного фрагов. Но эти перемещения постоянны по лайнам. Постоянный экшен в любой части карты. Ну, держит в кондиции. Меня так точно. Не знаю, как вас. Полторы тысячи Алайнс по золоту. По экспириенсу Альянс выигрывает чуть менее, чем одну тысячу. Немфи в это время забирает пачки не... Ээээ... Эээ... На собственном Эншент Споте. Так, кстати, немножко тут и протупил Немфи. Можно было сделать нормальный спот. Ну что, в это время развалили у нас кот-котла. Котел не будет такой удачный, как в прошлой игре. Потому что Альянс здесь давит. И по фрагам, и по золоту, и по экспеп. Хоть немножко новоигрывают. Рефракшн. Забирает себе Рубик. Аки теперь у нас может серьезным танком быть. И Аки такой, а раньше я кем был. У Бладсикера Бродсворд, Роба в Зе Мэджи. И немножко остается до появления Чейн Мэйл. Матумба Мэн выходит в Блэйд Мэйл. Какой-то... Странненький Бладсикер. Такой вот полу-пап, полу-не пойми что. Ну, то есть, это... Да, у нас более-менее командным игроком стал Бладсикер. Но от этого его индивидуальность, мне кажется, не сильно изменилась. Бладсикер как был сам по себе убийцей, так и остается. На Темплар Ассасим с ДД. Если Факин Мэд встрянет, то... Ой-ой-ой, как же больно Факин Мэду. Вот просто вообще в щи разнесли Факин Мэда. Половину ХП слили. Если бы не Войт у нас от Найт Сталкера, то развалился бы бедняга. НС моментально. Ну и продолжает здесь находиться Факин Мэд. У него есть Уронов Шадоуз, у него Бутсов Спид. Есть на всякий случай Даст, если вдруг Темплар Ассасин куда-нибудь захочет нырнуть. И Бладсикер в это время забирает Слардара. Вот тут Слардару, конечно, нелегко Бладсикер в Соло его разваливает. И Бладрайт, и Бладрейдж, и, конечно же, Рапчера от Матумба Мэна. Лода подфидел. Причем так ощутимо подфидел. Бладрайт пошел по Адмиралу Бульдогу. Тепаут один, тепаут второй. Факин Мэд уходит, и уходит у нас Адмирал Бульдог. Оба на одно и то же строение, но хватило, в принципе, скорости каста, чтобы уйти до того, как кого-нибудь заберет Бладсикер. Матумба Мэн по Крипстату первое место. По Нетворсу второе. Ну и по Нетворсу продолжает Форен Крисенс и Кэптон перефармливать своих оппонентов. 6800 на Эмпи, 6500 Матумба Мэн, и дальше Пайкат 6200, а после него Адмирал Бульдог 5900. Но это до поры до времени. У Адмирала Бульдога появляется Оркит. У него есть ПТ, Оркит и ТП-шка на всякий случай, если надо будет свалить. И сейчас еще будет и второй... Сейчас будет еще и второй Ростов Нейча. Поймали Буги. Сайвенс пошел по нему, Буги 100% не жилец. Буги у нас умирают. Найт Сталкер забирает фраг, и Матумба Мэна тоже могут забрать. Развалился Матумба Мэн, точно так же умирает Адмирал Бульдог, как и Матумба Мэн. Там Творас Астин забирает Нейчер Спропит. Файт 2 в 2. Опять Лода здесь умер. Сколько ты будешь это делать? И дальше у нас погоня за Факин Мэдом. Я не знаю, как и в каких кустах ему уйти отсюда. Просто прячется у нас Факин Мэд, даже бежать за ним никто не стал. Поняли, что Найт Сталкера нечем зацепить. Поняли, что он будет делать ТП-аут. Его оставили в покое. И все, и Найт Сталкер улетел. 2 в 2 закончилась драка в пользу команды 4 Anchors NC Captain. По золоту они уже, по экспириенсу они выигрывают уже больше 1000 по голде. Теперь проигрывают 700. Давайте по артефактам пробежимся. Даггер есть для Слардара. Есть для него ПТ. Ну и в принципе все из серьезных артефактов. У Нейчер Спрофита появляется Белт оф Стрэндж. Адмирал Бульдог готовится выйти в Некрономикон и Оркет. Некра. А дальше уже по ситуации. Стандартная сборка для Адмирала Бульдога. Шторм Спирит зарабатывает себе уже на Солл Бустер. В принципе есть у него Солл Ринг. Ну и осталось денег накопить на рецепт Бладстоуна. Рубик с Аркангутсами больше ничего. Найт Сталкер. Есть ПТ. Есть Урдом в Шадоуз для Факен Мэда. Ну и Бладсикер зарабатывает деньги на ПТ Блейд Мэйл. 660 сверху. Ринг у Факвила. Есть у него Пурман Шилд. Вот у Гирокоптера готовится выход в Блэкинг Бар. Это 100%. Угр Клаб себе приобретает 3х. Итак, Бладрайт пошел по Аке. Аке что-то украл. По-моему это был Бладрайт. Нет, это был Бладрэйдж от Матом Вомена. Абсолютный бесполезняк. Ну и все равно реализовать его не получилось. Аке попал в Бладрайт. Еще и Рапча на нем было. Никуда уйти по сути нельзя было. Адмирал Бульдог в это время подпушивает нижний лай. Но Сплит Пуш будет от Адмирала Бульдога классический. Другой схемы просто быть не может. Подпушивает линию. Одну, вторую, пятую, десятую. Сейчас можно на Т1 смело лететь и убивать эту линию. Ждем. Туда будет лететь Адмирал Бульдог и будет лей. Но видят Факин Меда. Адмирал Бульдог полетел. Полетел на хайграунд. Адмирал Бульдог. Так, где он? Нейчерс Профит у нас так и не влетел. Вот теперь влетел у нас Нейчерс Профит. В Алекса закрыли. В Алекса под Сайленсом. Два удара в Алекса нет. Минус 4 Альянс сделали в этом файте. И Трикси тоже отправляется в таверну. И пока мы наблюдали, как будет у нас Адмирал Бульдог влетать. В это время Альянс без Бульдога нормально справились. Здесь, конечно, с его помощью два фрага сделали. Но это Тим Вайт. Это 2 400 по золоту. Это 4 600 по экспириенсу. Потратили только одного саппорта. Факин Мэтт отправился в таверну. Мне кажется, он более чем доволен. Таким разменом Альянс по золоту более трех. По экспириенсу три с половиной. Полетел. Сюда Нейчерс Профит. Теперь будут забирать Т1 по миду Альянс. А дальше на Т1 по топу. А дальше на Т2 любой. И пиши пропало. Команда Фрэнкер Сенси Кэптен, если не начнет серьезно сейчас убивать своих оппонентов, вы видите, что происходит. Последние сколько? Ну, последние где-то 3 минуты. С 0 до 5 с половиной. Вообще графики неумолимо идут вниз. Это просто на время умножается. Поэтому график не вертикально вниз падает, а чуть-чуть под углом. Чтобы хоть как-то показать глубину падения команды Фрэнкер Сенси Кэптен. Да, сложновато, конечно, дается команда Фрэнкер Сенси Кэптен игра в этом матче. Но еще бы, так как по щам огребли у нас Альянса в прошлой игре, я думаю, что теперь расслабляться смысла никакого. Так, может надо расслабляться до того, что так и останешься в квалификации. Топ-3 европейской квалификации какой-нибудь. Или топ-4. Ходи потом всем рассказывай, что вы не попали на International по дичайшему лаку соперника. Фрэнкер Сенси Кэптен, кстати, тоже приятно удивляет. Я думал, что тут бразнос бурдит просто в щи. А ничего так, первую катку они выиграли. Причем выиграли очень ощутимо. Мне нравится, как играет Матумба Мэн. Безусловно, и Немфи смотрится хорошо. Может, не очень удобный по данному пику герой для Матумба Мэна, Bloodseeker, еще раз говорю, он такой сам по себе. Гуляет, то есть к командному файту мало отношений. Вот теперь Матумба Мэн еще и попал здесь. Аки поднимает у нас телекинез. Ой-ой-ой, как круто сейчас для Альянс все произойдет. Рапши украл еще и Аки. Даблкил от Шторм Спирита. Забрали Bloodseeker. Лода стоит в Рапши, а Рапши есть у Рубика. Ульта Bloodseeker перед смертью просто подарил своим оппонентам. Но это уже горячка от команды Фрэнкерсен Си Кэптон. По-моему, Тим Вайп номер 2, да, от нас? Валикс разваливается, Трикс тоже никто не отпустит. Это второй Тим Вайп за игру. На 21-й минуте два раза уже в пятером сливается Фрэнкерсен Си Кэптон. Дальше ничего, дальше дно просто. 10 тысяч где-то по золоту так и есть. Альянс более десятки выигрывает по золоту. По Экспириенсу тоже 10 тысяч для команды Альянс. Но тут они так, я смотрю, обиделись сильно на Фрэнкерсен Си Кэптон. Я могу понять команду Фрэнкерсен Си Кэптон, они не ожидали. Типа, ребята, ну играли, играли нормально. Чего вы взбесились так? Альянс и правда чуть-чуть под сумасшествием каким-то находятся. Мистик Став есть уже у Шторм Спирита. Пайкат в Хекс выйдет вот-вот через 2000 золота. Да, для него это немного, даже меньше, чем 2000 золота. Пошел врыв у нас от Пайката. Куда? Да вот сюда Пайкат врывается. Немфи, правда, вовремя уже отсюда уходит. У Пайката как будто не заканчивается у нас мана. Ну, 23,9 секунды. В принципе, можно так сказать, что и почти не заканчивается. Вы видите, какие расстояния позволяет себе преодолевать Пайкат. Значит, не боится, что накажется где-то в неприятной ситуации без маны. 12 тысяч золота Альянс, 11 тысяч экспириенс. Я боюсь представить, что было бы с Навями. Хотя узнаем, узнаем, узнаем. Нави были в буткемпе, Нави готовились. То есть у них квала, у них решающий вообще момент, по-моему. Один из наиболее важных моментов за всю историю существования команды. Там финал Интернешнала 2-го и 3-го не так важен был, как пройти эти квалификации. Потому что если Нави оказывается за бортом Интернешнала, у меня, например, очень много вопросов по существованию данного коллектива. Сразу появляются вполне логические вопросы. Они старые ли ребята? Они отыграли ли свое уже ребята? А не отсуществовал ли данный состав и данная команда? Немного ли раздувает вокруг него шумихи, если он реально не тащит? Поэтому очень, конечно, хочу верить, что Нави будут тащить. Да, есть, как для любого здравомыслящего человека, опасения, что Нави могут ислить вообще эти квалы. С учетом последних поражений, с учетом последних каких-то моментов, которые Нави демонстрировали на ряде турниров. Хочется верить, но посмотрим. Ну вот таких альянсов попасть я не думаю, что Нави хотели. Да я вообще не думаю, что кто-то по таких альянс хотел бы попасть. Даже какие-нибудь серьезные секреты, IG. Кто угодно. У меня почти нет сомнений, что алики пройдут квалы. Вот, у меня есть сомнения касательно Нави. Больше веры, конечно, чем сомнений. Но Дота такая вещь, что одной верой не вывезешь. Ульта пошла у нас от Найт Сталкера, еще и СД забрали. 21-7. В три раза больше убивает команда Альянс. И загоняют у нас Трикси. Если Трикси здесь умрет, ну, по сути, делать больше нечего. В команде Фрэнкер Сенсекеттон. Да, еще и Трикси развалили. Трикси у нас на шестом месте по Нетворсу. Матумба Мэн на пятом месте. Немфин на третьем. Перед ним Пайкат и Адмирал Бульдог. Хотя в прошлой игре, вспомните, Пайкат и Адмирал Бульдог и Лода тоже отставали постоянно от двух первых лидеров. Это были Матумба Мэн и это был Немфи. И отставали вот с разрывом постоянно в 5-6 тысяч. Одинаковый Нетворс был у Фрэнка Сенсекеттон. А теперь вот та же история у команды Альянс. Они точно так же проигрывают своим... Ой, точнее у команды Фрэнкер Сенсекеттон. Они точно так же проигрывают очень серьезно. По золоту Темплар Ассадин забирает Найт Сталкера. Где ты умудрился встрять? Здесь у нас Найт Сталкер умудрился встрять. Пайкат. Ловят Матумба Мэна. Не хочешь драться на Немфи? Не дерись. Я буду драться с Матумба Мэном. Пайкат почти не теряет хп. Это при том, что Дезолятор есть у нас. Ну и Гадлайк уже для Пайката. И Немфи будут, скорее всего, здесь катить. Аки уже здесь поднимают у нас Немфи. Пайкат никуда отсюда не уходит. Он не верит, что может умереть в этом файте. А стоило бы. Подвинули немножко Немфи. Еще один удар от Пайката. И Немфи должен развалиться. Пошел у нас колдаун от Трикси. А вот теперь у Пайката проблема. Пайкат отсюда улетает. Адмирала Бульдога должны забирать. Через даггер Немфи прыгает за Пайкатом. Под стопили Пайката Аки. Забирает у нас Хоминг Миссил. Не самая приятная вещь. Аки развалили. Пайкату надо лететь отсюда. Он не должен умирать от Немфи. Конечно же. Адмирала Бульдог. Где ты, где ты? Адмирала Бульдога. Адмирал Бульдог у нас улетает на базу. Это вопрос времени. Сейчас будет уже фати. Телепортейшн есть у Нечис Профита. Он уже полетел. Уже полетел на опережение. Ловит у нас Адмирал Бульдог Трикси. И начинает наваливать по Немфи. И под Сайленсом Немфи. И Трикси должны убить. Трикси убивают. Пайкат. Хоули щет. 10-0-3. Просветили Немфи. Пайкат будет ли врываться? Проблема с ХП, конечно, у Пайката. Но драться можно. Поймали Немфи. Увидели Немфи. Убили Немфи. Простейшая схема. 9-26 становится счет. Команда Alliance разрывает своих соперников. Фрэнк Арсенси Кэптон теряют героя за героем. Теряют важных героев. Бладсикер. Герокоптер. Темплар Ассасин. Это главные действующие лица в составе команды Фрэнк Арсенси Кэптон. И они льют, 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 льют. И льют. 15 тысяч экспириенс выигрывает Alliance. И более 15 тысяч по золоту. На 27-й минуте это гораздо больше, чем то, что выигрывали Фрэнк Арсенси Кэптон в прошлой игре на 50-е. Адмирал Бульдог без смущения. Есть время, пойду пофармлю лес. Что еще делать? Ну, конечно, Адмирал Бульдог просто учебник для всех офлейнеров. И учебник игры на Nature's Profit. Один крип идет у нас чекать, когда появится Роша. Другой крип у нас руну контролит. Два крипа идут со мной убивать. Третий у нас стакает. Четвертый у нас я. Энт не дождется Рошу. Рошан упадет немножко попозже. Через минуту. А Энту осталось жить 27 секунд. Жалко Малова. Адмирал Бульдог уже новых себе вызвал. А этот стоит, ждет Рошана. И улыбка такая. Пока. Помолчим. Северачи есть уже у Адмирала Бульдога. И 3500 сверху. ХП много. Дэмэджа много. Всего предостаточно. Инвест есть. Пушь, не пушь. Дерись. Что хочешь, делай. Будет ли Нэйчис Профит приобретать себе? Не будет. Нэйчис Профит будет приобретать себе БКБ. Я уже думал, что Аганим какой-нибудь на Нэйчис Профите увижу. Было бы очень даже симпатично посмотреть это все на Адмирале Бульдоге. Но нет, не в этой игре. Скорее всего, и так Адмирал Бульдог должен задавить. Кстати, Нэйчис Профит. Купил себе в прошлый раз Белт оф Стрэндж. Не для того, чтобы купить себе Некро. Валикса разваливает. Но это так, это уже скучно все. А он купил себе Белт оф Стрэндж, чтобы купить себе Сашу. И Саше сделать Сильвер Эдж. Ну, это еще один Team Vibe. Ну, Форенкер Сенси Кэптон, не издевайтесь. Там Нави вот-вот уже. Нет, будут издеваться. 20 тысяч золота Альянс и 21. Ну, вопрос еще над кем издевается Форенкер Сенси Кэптон. У них реально проблематичнейшая ситуация. Сразу три героя команды Альянс у нас занимают первые позиции. По Нетворцу 11 тысяч у Немфи есть, есть 8600 для Бладсейкера. Но они все в таверне. Где их деньги, непонятно. Если у тебя так много денег, чего же ты тогда такой мертвый? Задувка пошла у нас от котла. Факен Мэтт получил. Лода тоже стоит на месте, потому что на нем Рапчер. Ну, и Аки мог бы что-то подукрасть. Ну, Аки есть Мэлт на всякие случаи. Есть Молдат тоже. Аки неплохо может ударить. Клоди пришли. Лода готов драться с Матумба Мэтт. Прячет у нас в Дизрапшин. Его Пайкат уже ждет своего соперника. Минус 1 делают в этом файте Альянса. Но при этом умудрились забрать милишный барак. И за рейнджевым тоже возвращаются. Врыв на Валиксон. Валиксон тут 100% не жилец. Трикси тоже закрывает у нас Адмирал Бульдог. Трикси разваливают Пайкат. Очень удачно врывается Файт Дана в фуллману. Ничего страшного. 4 в 0 подрались Альянс. Продолжается издевательство. 9 на 35. По голде уже даже не платят за героев команды Фрэнкерсен Си Кэптон. Не знаю, пачку жвачек можно за каждое убийство получить. Все. Уже очень дешево стоит каждый килл команды Альянс. А вот если Фрэнкерсен Си Кэптон, конечно, сделали минус 5. Тут бы тысячи, я думаю, 10-15 могли бы и отыграть. Но такого не будет. Это единственный случай, чтобы Альянс, например, в Питером побежали под фонтан. И там слились. 27 тысяч злота Альянс. И Экспириенс 25. Рошан падает. Айгис забирает у нас Пайкат. И у Адмирала Бульдога появляется Дезолятор. Нечис Профит забил на пуш. Пуш есть из его рук напрямую. 137 плюс 136 и минус 6 дефа. Троллит меня Нечис Профит. К нему цепляйся, не цепляйся. Он никуда не полетит. Ну, ждем врыв от Нечис Профита. Я думаю, что куда-то за спину может смело залетать Профит. Это что, шутка? Нет, это не шутка. Это он пошел в маршрутке. А это он Темплар Ассасин пошел ловить. Есть Сайленс у Адмирала Бульдога. Инвиз есть у него. Ну, появись на линии просто. Немфи, если на линии появится, появился Немфи на линии. Ну, до этого Адмирал Бульдог не дождался чуть-чуть. Так, Атла у нас разобрали. Это все на нижнем лайне. В Дизрабшин отправляют у нас Пайката. Пайкату плевать на Дизрабшин. Он врывается на хайграунд. Еще минус один фраг для команды Альянс. Драка продолжается. Никто никого не отпустит. Матумба мэна ловят. У нас уже бесконечный годлайк просто от Пайката. 14.0.10. Идет мидлейнер команды Альянс. Форэнкерсен Си Кептон. Выкупается Темплар Ассасин. Кого ты будешь тут бить? Против кого можно здесь дефать? Да, ребят, кстати, напомню. По завершении этого матча у нас будет матч Нави против Лондон Конспирес. Греки будут играть с украинским коллективом. Это все те же отборы европейской квалификации, но другая группа. Группа А. Альянс у нас в группе Б. Нет, Нави у нас в группе Б. Все правильно. Альянсы играют в группе А. Так вот, следующая игра в 15.30 по Киеву и по Москве. Начнется матч Нави против Лондон Конспирес. Ну, допушивает А. Альянс, это так уже вопрос. 40 тысяч, я такое в глаза вообще не видел ни разу. 40 тысяч на 32-й минуте. Это купить, продать и еще раз купить всех игроков команды Фрэнкерсен Си Кептон. Шадоу Демо, скорее всего, в таверну. Буги явно здесь не выживет. Буги уже приплыл у нас. На продолжение файта, да, классный кулдаун, да, по четверым. На лоу КП А. Альянс. Ну, им плевать. Лоу КП, не лоу КП. У них дичащий перефарм. Пайкат за Немфи под Фонтан. Пайкат 15.0.13. И не пишут GG for Anker's NC Кептон. А вдруг, а вдруг еще есть шанс по голде 50 тысяч, по экспириенсу 42. Что это за дота? Это я играю против альянсов, причем только левой рукой. Да, альянс просто осатанили у нас после предыдущей игры. Видно, что взялись за ум. Есть дезолятор у Шторма, есть дезолятор у Nature's Profit. А тут просто такая дизмораль. Кент ГГ пишет у нас в Трикси. Конечно, и Кент ГГ. За вас ГГ уже давным-давно вал вы написали, еще минут 7 назад. Чего-то переживает. Переживает факин Мэтт, хотя или он радуется, непонятно. Короче говоря, команда Альянс развалила очень даже быстро своих оппонентов. И самое страшное, что развалило дико. Шторм Спирит, 707 ГПМ. Ну и смотрим на Темплар Ассасин, 420. 753 Nature's Profit. Это он переформил всех. У него 14 на 2. Не сильно отстал от Шторма. Еще и по фарму Чемпион. 6200 на руках у него. И у Рубика 6300 Аки просто троллил своих оппонентов. 6300 золота носил с собой Рубик. Ничего не покупал. И не собирался. Всего было достаточно. Форстаф есть, Аркан Буц есть. Но это такой, знаете ли, серьезный киберспортивный троллинг. Если вы думаете, что это шуточки. Нет, это не шуточки. Должно прикипеть от такого вот стечения обстоятельств. Ладно. Не забываем подписываться на наш канал. Напомню, что это студия ГРК МТВ. У микрофона друг. Транслируем европейские квалификации Интернешнл. А в следующем матче у нас по расписанию в 15.30 играет Na'Vi против команды London Conspiracy. Начинается противостояние коллективов в группе B европейских квалов на Интернешнл. Все, услышимся через 5-6... Нет, не 5-6. Подождите. 15-11. Ну, через 20 минут. Пока что, если что, задавайте вопросы в чате. Периодически будем чекать, будем отвечать. Все, далеко не расходитесь. Не переключайтесь. До следующего крутого матча. Продолжение следует...